Радио 54 Каково для вас играть в немом спектакле? Помимо того, что это было долго и сложно учить, да? И еще и учитывая то, что вы единственный, который там говорит. Ну, дело в том, что сложно-то было как раз всем остальным ребятам, кто учил язык жестов. Мне как раз было несложно, потому что я ничего не учил. Я как говорил, так и говорю. Ну, вы наблюдали что-то, видели, как они муки. Да, но ребятам сначала было сложно, потому что надо было сначала выучить язык чеховский, запомнить текст, чтобы он был в голове всегда. А потом вот этот язык жестов соединить вот с текстом в голове, чтобы до автоматизма это было. И потом, чем хорош этот спектакль, он более эмоционален, нежели актеры говорящие. Помогает все-таки отсутствие речи раскрыта. Оттутствие речи, да. Потому что непосредственно нужен контакт с партнером. И поэтому, чтобы тебя услышали, ты должен его потрепать, как-то привлечь внимание и вот сказать. Актеры при этом становятся более эмоциональны. Вы замечали когда-нибудь глухонемых людей на улице? Они эмоциональны, у них совершенно другая мимика, другие эмоции, другая энергетика. И вот это вот, ребята, надо было войти в это, почувствовать, погрузиться в это. Плюс дать энергетику в зал. В зал, да. И она становится мощнее, интереснее, энергичнее они становятся. Я когда смотрел на репетициях, когда мы ездили, во Франции были, я часто смотрел репетиции. То есть я спектакль наш посмотрел несколько раз со стороны. Вот я хотела спросить, видели вы нечто подобное, может быть, или нет? Никогда нечто, я не видел подобного. И каково это, понятно, непонятно. И я сидел всегда как завороженный, потому что там действие идет одновременно в нескольких комнатах. То есть там на планшете расчерчены как бы комнаты персонажей, Ольги, там Ирины, да, Чебутыкина, гостиная, тут бродит эта нянька. Вот. И все что-то делают. И так интересно за всеми наблюдать. И за один спектакль я понимаю, что увидеть этого невозможно. Надо посмотреть, как я... Еще раз, да. Только спектакли, и тогда каждый раз открываешь что-то новое, 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 да. А вы говорите свои слова на языках той страны, куда вы приезжали, или на русском, или на английском? Нет, я говорю на русском языке, но я во Франции старался вот одну фразу буквально, ну, три предложения, в общем, говорить на французском языке. И зрителю это так понравилось, они так смеялись. Да, что за фраза? А когда мне Андрей говорит, что придешь завтра, я долго не понимаю, что надо прийти завтра, забрать какие-то бумаги у него, а потом говорю, а-а-а, да мама там, ауи, дакор, а бьенто. Вот. И зрителю в восторге, значит, смеется, и мы приехали в Берлин, и я думаю, а что бы мне не сказать эти фразы на немецком языке? Вот, а так как я немецкого языка вообще не знаю, Апрельмеса, ну, мне, значит, наш агент Рустам сказал эти фразы, записал русскими буквами. Я, значит, выучил их, и на первом спектакле я сказал, зритель был так же, вот такая же реакция была, как у французов. Вот, а на втором спектакле я вышел и забыл. Пришлось на русском говорить? Нет, я сказал, я-я, гуд. Хорошо вышел из фразы. Сначала, а-а-а, Морган Фрю, и вот это, а-а-а, Морган Фрю, сейчас у наших ребят постоянно меня видят, они говорят, а-а-а, Морган Фрю. Сергей, мы знаем, вы пишете стихи. Ну, это громко сказано, пишу стихи, писал, точнее всего, писал, да. Можно чуть-чуть послушать. Да, каждый, наверное, в юности из актеров баловался этим. Ну, предысторию расскажу небольшую. У нас был спектакль в театре Афанасьево, он назывался «Овечка» по пьесе Птушкиной, вот, в котором я, собственно, не сыграл, потому что в ту пору я, да, попал в больницу, три недели провалялся. Вместо меня играл другой актер. Ну, было время, да? Было время, да, подумать и сочинить что-то. Ну, причем я не сочинял, они как-то сами так пришли, эти стихи, и там мне очень нравилась главная героиня, молодая девушка, тогда выпускница театрального училища, там была очень красивая, такая аутентичная музыка. Вам нравилась или вашему персонажу? Мне нравилась, ну да. Вы были влюблены? Ну, не то чтобы, но она была мне очень симпатична, она такая была интересная, какая-то такая эмоциональная, яркая, манкая, вот. И была очень красивая музыка, то ли это была арабская музыка, то ли старая еврейская какая-то. Так ее привез Игорь Тюваев откуда-то из тех заморских стран. И это все мне навеяло, и я написал такое стихотворение. Безутешно плачет скрипка, флейты звук ласкает нежно, бедра, стан, полуулыбку танцовщицы безмятежной, словно вся в истомной неге плавно повела руками. Полусомкнутые веки распахнулись берегами двух озер бездонно-черных, знойных, как пески пустыни. Круг застыл, завороженный красотой полубогини. Вся у музыки во власти движется послушно теме, просыпающейся страсти в гибком и упругом теле. Вдруг вступили барабаны, дробно вторя ритм усаза. Как она сейчас желанна в упоении экстаза. Чуть стопой земли касаясь, кружит, легкая, как ветер. Ах, волшебница босая, ты прекрасней всех на свете. От ударной середины сводит дух мороз по коже, словно черными седины стали вдруг. И стал моложе каждый, кто сидел усталый под раскидистым платаном. И усталости не стало в этом вихре барабанном. Все смешалось в буйном танце, пенье, топот, шум ужасный. Тут и там протуберанцем шарф ее взлетает красный. Над толпой разгоряченной, обессилевшей от зноя, Страшной силой наделенной, не дающей всем покоя. Вот утихли барабаны, снова флейтый звук. Прелестный слух ласкает полупьяный от усталости телесной. Истряхнувши на вожденье, разбрелись по кругу тени, Погружаясь в отупенья, поглощающие их лени. В центре только танцовщица. Грациозно и степенно она медленно кружится, Исчезая постепенно. Голос скрипки безутешной тает в мареве заката. Меркнет с ним и образ нежный, полюбившийся когда-то. Все-таки были влюблены. Представься. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.